Этот торговый центр тоже в срочном порядке продается. Откуда у человека дом за 65 миллионов, не работающего, квартира за 10 миллионов, машина за 12 миллионов и оказывается еще построенный дом на 1000 метров? Откуда? Просто такой богатый человек, который он все так продает. Сейчас я ему продаю квартиру, которую он выложил, 16 миллионов, что он принадлежал, а здесь 5 миллионов стоит. А он сказал продай за 12. Кто же такой богатый? Кому принадлежит этот дом и участок? Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня мы сможем с вами посмотреть, как живет предполагаемый глава преступной группировки, которые занимаются врезками нефтепровода. Пока еще этот предполагаемый глава, он на свободу. Мы случайно наткнулись на вот такое любопытное объявление о продаже элитной недвижимости в поселке Гранном, это Мономакуйбышевске, прямо на берегу Волги. Коттедж с потрясающим видом. Вы только посмотрите, какая это красота. Я прям представляю, как владелец выходит утром на террасу с чашечкой кофе и наслаждается прекрасными видами. Элитный коттедж в футуристическом стиле, с ландшафтным дизайном в поселке Гранный на берегу Волги, с панорамным видом на исторический центр Самары. Ландшафтное освещение и круговое видеонаблюдение земельного участка. Дорожки и площадки замещены клинкерной брусчаткой голландского производства и оборудованы системой подогрева. Обустроен спуск к воде и причал. Удобный широкий подъезд в коттеджер с асфальтированной площадкой на 10 машин. Закрытая охраняемая территория. Сказка, а не дом. Ну правда и цена 65 миллионов, но за такой дом не жалко, если есть, конечно. Хочу заметить, что это самый дорогой дом в небольшом поселке. Рядом дома там по 3, по 5 миллионов, а тут аж 20 раз дороже. Кто же такой богатый? Кому принадлежит этот дом и участок? Вы, наверное, думаете какой-нибудь серьезный бизнесмен. Мы решили позвонить по объявлению и уточнить подробности. Странно, что люди строили его в 16-17 году. Не достроили и сейчас продают. Ну, с грунтом проблемы прибрежем там или что-то еще. Нет. В 30% нет. Продают совсем по другой причине. Совсем. Человек вообще не хотел продавать. А в чем там проблема, в чем продает, что случилось? Там никаких нет проблем. Это единственный дом, наверное, такого качества, самоскалов. А сейчас он построил тысячу квадратных метров в себе в другом месте. Угу. С детьми его. Поэтому это не нужно стало. Ему говорили, не строили, а деньги были построены. Ну вот вы говорите, строил столько денег, сколько потратил, обратно не заберешь, и вдруг человек продаешь. Что-то случилось же, какая-то проблема-то есть, наверное? Не случилось. Просто такой богатый человек, который он все так продает. Сейчас я ему продаю квартиру, в которую он выложил 16 миллионов, что он принадлежит ради 5 миллионов стоит. А он сказал, продай за 12. Там и видеонаблюдение кругом, там и парковки шикарные, там и канализация, там на весь посолок хватит. Там язва крепена, и все документы у меня есть. Как говорит риэлтор, владелец очень богатый человек и постоянно продает свою собственность с большой скидкой. Сейчас участок за 65 миллионов и квартиру за 10 миллионов. Да и вообще, этот человек недавно построил еще один дом на 1000 метров, а этот всего-то на 600. Ему как-то вроде и не нужен. Вот и продает. Кто же это такой щедрый незнакомец? Мы решили выяснить и отправили запрос в госреестр, чтобы узнать собственника. Мы не ожидали, что попадем точно в цель. Собственником этого дорогущего дома оказался молодой человек, сын предполагаемого лидера ОПГ-индейц Сергея Плужнова, о котором мы рассказывали в прошлых видео. В СМИ появилась информация о том, что в Самарской области задержали всю верхушку ОПГ-индейца из 90-х. И таким образом, наконец-то, полностью закрыли преступную группировку. Радостная новость. Но, к сожалению, это все не так. На самом деле задержали рядовых участников банды, мелких сошек. Ну, как это часто у нас бывает. Знаете, как у наркоторговцев. Задерживают малолеток закладчиков, мелкие магазины закрывают. Для статистики. А матерые наркобароны остаются на свободе и продолжают вести свой бизнес. Так и здесь предполагаемый вождь индейцев Сергей Плужнов остался на свободе. Как такое получается? Если Плужнов катается на машине с логотипом своей ОПГ-индейца. Вы посмотрите на этот Porsche Плужнова. А вот еще фотография вспомогательной газели. Представляете, насколько он чувствует себя безнаказанным. Откуда у человека дом за 65 миллионов неработающего, квартира за 10 миллионов, машина за 12 миллионов и оказывается еще построенный дом на тысячи метров? Откуда? У простого человека не может быть таких денег. А вот у предполагаемого лидера ОПГ-индейца, конечно, могут и найти. Я напомню, что Форбс оценивал доход этой преступной организации в 40 миллионов долларов в год. По данным журнала Forbes, в 2012 году в Самарской области было украдено нефть на 40 миллионов долларов. Как вы думаете, куда идут эти деньги, которые не облагаются налогом, которые в принципе это черный нал? Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли. Самарскую нефть встречали даже с заграницей, на заграничных биржах. Мы в прошлый раз рассказывали, что Сергей Положенов может быть причастием к заказному убийству, которое было в 2011 году, владельца торгового центра Космос. А сейчас получается, что этот торговый центр тоже в срочном порядке продается. И цена у него 65 миллионов рублей. Такая же. Странное совпадение. Не находите? Почему так внезапно Положенов решил продать дом и квартиру? На что потребовалось почти 100 миллионов рублей. Может быть планируют бежать из страны? А может быть готовить большую взятку? Как вы думаете? Мы продолжим заниматься поиском другого имущества и направим запрос налоговую. С просьбой проверить, откуда у гражданина Сергея Положенова такие средства. Ведь официально у него нет соответствующего дохода. Интересно, откуда деньги? Хотя, что мы задаемся этим вопросом? Ответ мы знаем. До свидания.